Так, тут вот пугают Финляндию со Швецией, если они вступят, то всё, в НАТО, то им конец. Россия возобновит железнодорожные сообщения с Монголией, ну да, без сообщений с Монголией всё, главное направление для туризма. Швецкий банк прекратит переводы платежей в Россию, странно он их ещё не прекратил, что ли? Президент Польши ввёл эмбарго на российский уголь и разрешил замораживать активы россиян. Вот тоже интересно, каких россиян, да? У нас масса людей, которые являются членами сопротивления Путина, а им там позакрывали все счета и так далее, с мизерными, с какими-то копейками на еду, на интернет. Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море для учений, сейчас путинцы будут их пугать самолётами, наверняка какой-то инцидент произойдёт, или эти сшибут путинские самолёты, или сам он сшибётся, скажут, что они его сшибли. Ну, в общем, будет геморрой 100%. То есть, сейчас вот в таких, если это будут серьёзные учения, а не так просто, они подошли на расстоянии каком-то очень большом, да, там покурили и ушли. А если это будут серьёзные учения, масштабные, то есть, когда они будут там баражировать вдоль побережья, да, там Калининградской области и дальше туда, ближе к Питеру, то обязательно кто-нибудь нарвётся. Ну, я ставлю на то, что российские нарвутся, вот деньги поставил на это. Китай является единственным главным геополитическим вызовом для США, заявил директор ЦРУ. Ну, в общем-то, главным, единственным, пока у Путина есть ядерное оружие, да, это Китай не главный, не единственный вызов. Да, понятно, что Китай использует Путина, и как-то странно, они вдруг вот эти ЦРУшники вдруг об этом вспомнили. 50 лет назад они все, американцы, начали накачивать Китай, 50 лет они особого благоприятствования, да, режим создали для Китая, и ничего до сих пор не изменилось, и теперь вдруг они вроде как осознали. Ну, осознали, тогда что-то меняйте, тогда что-то меняйте, если вы всё это осознали. Тогда пусть работают у вас США, там, в какой-нибудь условной Швеции, Франции, Англии, пусть роботы работают, чем в Китае работают китайские роботы. Да, Китай из-за этого поднимается, экономика его растёт, то есть нужно было бы это уже сделать давным-давно, они как-то не суетятся, я смотрю. Да, потому что главный вопрос – это стоимость. Сколько стоимость товара, сколько себестоимости в Китае, вот такая себестоимость, а сколько она будет в Швеции, условно, ёмая. В шесть раз дороже, шведам же надо платить, роботов у них нет, у них люди. А в Китае уже эту продукцию делают не китайцы, а роботы. США обучат украинских военных для боёв в Донбассе, так уж быстрее его. Я не понимаю, когда они собираются учить, обучатся, в будущем времени, они обучатся, учатся сейчас, сейчас самое то время. Российский рынок покинул известный автопроизводитель из Китая, да, это Лифан, я так понимаю. Китай заявляет, что санкции не поддерживает, а что-то сворачивает, сворачивает потихоньку. Я понимаю, что Китаю очень выгодно душить Россию, выгодно поставить Россию на колени, сделать Россию колоссальным должником, потом забрать эти долги и за долги уже забрать всё в России, просто всю Россию за долги. ЦРУ заявили, что Россия в войне с Украиной может применить ядерное оружие малой мощности, учитывая возможное отчаяние по поводу военных неудач, президент России может распорядиться, применить тактическое ядерное оружие и ядерные боеголовки малой дальности. Мы, естественно, очень обеспокоены, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Вот я не знаю, что заявил Уильям Бернс, но для меня ещё в 2013 году было очевидно, что он применит ядерное оружие. И не тактическое против Украины, а против всего мира, стратегическое ядерное оружие. Как они этого не понимают? Его кончать давным-давно надо, этого Путина. Если бы они это знали о том, что будет вот такое будущее, они бы его прикончили. А я думаю, нет, а я думаю, их такое будущее устраивает. Я думаю, всё, что сейчас происходит, устраивает. Я думаю, что Путина и наускивают применить стратегическое ядерное оружие, чтобы была снесена вообще с лица земли Россия, и чтобы европейская цивилизация погибла. Он разбомбит Европу, разбомбит Америку, Китаю будет 5 баллов. Почему эта шобла действует в интересах Китая, я не знаю. Я этого не знаю, но я это вижу. Вижу очень поступательно, шаг за шагом, детально вижу, что они действуют в интересах Китая. И вот Зеленский сказал, что все страны мира должны быть готовы к тому, что может использоваться тактическое ядерное оружие в войне против Украины. Зеленский говорит, а к чему должны быть готовы все страны мира, если против Украины? Все страны мира должны быть готовы, что их могут нахлобучить. В первую очередь Украину, Польшу, даже я не знаю, кого в первую очередь, могут нанести удар по Европе путинцы, могут шарахнуть по США. Совершенно спокойно. Если американцы думают, что по ним не ударят, по ним обязательно ударят. Путин обязательно стрельнет стратегическим оружием. Ну, представьте, вот он будет стрелять тактическим, там опять что-нибудь не сработает, опять что-то не взорвется, ну и скажет, ну не доставайся же ты никому. Он уже говорил об этом, что если нет России, а он сделал так, что России не будет, то и зачем такая жизнь, зачем такой мир, в котором нет России. То есть, он уничтожает Россию, мудак, и хочет еще уничтожить весь мир. Так что все очень закономерно. Зеленский просил Байдена внести Россию в американский список спонсоров терроризма. Какой спонсор? Российское государство террористическое. Сейчас путинское государство террористическое. Преступные организации, путинская армия, пропутинская полиция, ФСБ, все это преступные организации, все путинские разведчики, путинское телевидение и так далее. Все это преступные организации. И одно нахождение там, это уже преступление. Какой спонсор терроризма, если он главный террорист? Индия решила не спешить переходить на расчеты в рублях с Россией. То она переходит, то она не переходит. Ким Чиным подарил роскошную квартиру телезвезде. О, как. Дед с какой. Там есть какие-то роскошные квартиры у них. Это, наверное, с туалетом квартиры роскошные. Казахстан объяснил экономии отмену парада на День Победы. Да какая экономия? Дело-то не в экономии. Дело в том, что Казахстан не хочет участвовать в этом. Победы бесит дедов на палке. Сейчас там никто это не пропустит. А в России количество дедов на палках увеличится. Только будут сыны на палках. Ну, вот там экипажка рейсера Москва и так далее. То есть, сыны на палках. А мне-то они вообще как внуки по возрасту. Внуки на палках, бля. Там деды на палках, а это внуки, бля, на палках. Ох, жуть вообще. Скорее бы Путина на палке. О, хороший лозунг. 9 мая Путина на палке. Вячеслав, как ты считаешь, когда будет ответка с той стороны? Да я вообще не знаю. Такое ощущение, что они там ждут просто, когда их нахренутные. Что они даже и не планируют отвечать. То есть, такое ощущение, да, ждут. Ну, скажут, ну а что там в Украину шарахнут тактическим ядерным оружием? Они, наверное, на полном серьезе так думают. Такое ощущение, да, ждут.